Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис Letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья. И тут у нас стало известно, что Xiaomi Redmi Note 4 получился официально металлический корпус. Как и ожидалось, на презентации в Китае компания Xiaomi представила бюджетный спартфон Redmi Note 4. Аппарат выполнен полностью в металлическом корпусе, без пластиковых вставок снизу и сверху, как было в его предшественнике. До этого такое решение мы видели в Redmi Pro с двойной камерой. На передней стороне Redmi Note 4 большую часть занимает 5,5-дюймовый дисплей, покрытый 2,5D стеклом с закругленными краями по всему периметру. Продаваться Redmi Note 4 будет в трех цветовых решениях – с золотом, серебряным и темно-сером. Только последняя версия имеет фронтальную сторону черного цвета, когда, как в остальных двух случаях, она белая. На задней стороне Redmi Note 4 разместился объектив основной камеры – двойная светодиодная вспышка и скатер отпечатка пальцев. На верхней грани разместился 3,5 мм разъем для наушников и инфракрасный порт для управления бытовой техникой. На нижней стороне один динамик, микрофон и разъем для зарядки клавиши. Клавиши под экраном сенсорные. Xiaomi Redmi Note 4 получил 5,5-дюймовый Full HD дисплей, 10-ядерный процессор MediaTek Helio X20, 2 или 3 ГБ зум и встроенный накопитель на 16 или 64 ГБ с возможностью расширения. 13 Мп основную камеру с фазовым автофокусом, 5 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью на 4100 мА. Работает новинка под управлением фирменной прошивки MIUI 8 на базе Android 6.0 Marshmallow. Продажу Xiaomi Redmi Note 4 поступит 26 августа по цене 135 долларов за версию с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти, а модель с 3 ГБ УЗУ и 64 ГБ ПЗУ обойдется в 180 долларов. Цены указаны для китайского рынка. Ну, в принципе, мы в основном только там и заказываем, а в России или в странах СНГ, конечно же, эти аппараты будут стоить дороже. Так что вот такие вот дела, ребятки. Спасибо всем за просмотр и ставим лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok